здравствуйте всем большой привет сегодня хочу показать вам обзор покупок в торгового центра севастополь и расскажу по ценам то что я купила при ну что-то помню что то может быть не очень но в общем то так примерно все равно расскажу покажу поехала тоже опять же специальная просто так не езжу мне в торговый центр ехать очень далеко вообще с другой стороны живу и поэтому конечно же едут когда он специально мне нужно был вот такой замочек нужен был для заказа у меня закончились такие замочки и поэтому ехала для него ехала специально даже вот на седьмом этаже комната 701 700 в общем то эти все 701 по моему и 702 700 там по моему коробочки вот такой вот продают все время забываю и там потому что я всегда покупала эти замочки там вот они всегда хорошие я когда ездила обычно брала или ехала именно туда специально прям но приехала конечно же там не оказалось этих замочков вот сказали уже давно нету и другие замочки которые мне нравились там тоже закончились но кое-что я там купила кое-какие ну и потом под по всем этажам бегала искала эти замочки и вот еле-еле в одном месте нашла в основном они вот такие крупные но у них качество немного другое не то совсем такие крупненькие у меня тоже так такие были замочки и вот в одном месте и причем цена такая же в общем то как на алиэкспресс сейчас на алиэкспресс они 500 500 50 600 стоит и также там в таком в торговом центре когда я пришла он не сказал что цена 650 я ушла из комнаты говорю ой что-то говорю вас дорого и ушла но потом походив я не нашла и поэтому вернулась к этому же продавцу говорю ну сделайте скидочку и вот он мне за 550 он мне продал 550 вот такой замочек и вот такой замочек новый я тоже взяла на этот замок он вообще сказал 850 цену представляете цена 850 ну такой интересный у меня таких не было замочков новенький тоже вот крупный на какое-то крупное изделие здесь у него вот так вот видите такой прищепкой вот прищепочка у него я думаю ну мне кажется это удобно он вообще видите не расстегивается ничего в общем не понравился я взяла вот но он тоже мне сделал скидку говорит нет нет сначала ну вот когда я ушла потом вернулась все-таки уболтала его он продал вот так вот по цене тоже 550 в общем вот потом значит что интересно я взяла вот такую вот такие чипсы все-таки я их давно уже хотела да вот эти бусины ракушку цены тоже 1200000 вот в одном магазине я увидела 800 рублей вот такая не сказать что идеальная но как будто 1200 например я видела в одном магазине но на выглядит то же самое не идеальное я не знаю вообще они это прямо идеальные наверное не бывает потому что она же видите вся такая вот поэтому я посчитала что зачем за 1200 брать если примерно то же самое единственное там в том магазине где подороже были цвета и темные были и немножко с таким красноватым отливом то есть вот еще вот такой цвет а в этом магазине вот только вот такой вот белья ну как беленький такой вот такие бусины мне сказали что это натуральный авантюрин давайте поближе покажу смотрите какие они красивые я взяла их потому что мне просто понравились бусины насчет вот точно авантюрин или нет не могу сказать кто знает подскажите но смотрите какие они красивые у них внутри прям вот какая-то как и и резаться это назвать или нет ну в общем и разводы и все там вот прям вот смотрите вот они очень очень красивый цвет вот просто потрясающий именно такой вот как вот мне кажется как сейчас на камеру и смотрю очень красивые и они стоят 900 рублей то есть это не дешево вот такая ниточка я покупала в оптовом магазине там вот где вот эти 700 на седьмом этаже там покуп продажи от пяти тысяч оптом вот так значит потом вот такие бусины 1800 лабрадор здесь 10 миллиметров в зеленых тоже 10 миллиметров 10 миллиметров 1800 вот такая цена до дороговато мне кажется но они светлые такие в общем мне понравились вот все равно лабрадор я считаю что должен быть на всякий случай всегда в в этом в общем у меня закончился и мне нужно было чтобы у меня был лабрадор вот такой видите он светлый у меня был прошлый раз более такой темноватый был конечно тоже с иризации их с хорошей но вот этот именно светлый мне понравилось вот такой в общем видите какой мне кажется красивый такой вот светленький бывает более сильное сияние да вот в камнях но здесь в сами бусины мне просто очень понравились и все и резация тоже есть более светлая взяла немножко вот циркончиков по 200 рублей у цена вот на циркон действительно дешевле чем на алиэкспресс там даже со скидкой показывалась цена 200 230 250 где-то ну в общем вот такая за три миллиметра вот это нормальная цена потом я взяла по 350 вот такой вот вот прям вылетела из головы как называется не могу вспомнить у меня часто такое бывает снимаю видео и вообще не помню вот хоть убейте меня ну в общем вот это вот эти красивые камушки 350 рублей вот такой вот и поменьше 300 рублей здесь 8 миллиметров и 6 миллиметров вот такая цена я не покупаю по многу вот если бы я 10 ниточек брала мне бы гораздо дешевле продали еще вот но я по многу как-то так не беру взяла вот такую ракушечку перламутр хороший такой бочонками 350 рублей ну на алиэкспресс кстати тоже цена примерно если хороший такой прям перламутра они тоже цену в общем-то делать такую подороже ставят здесь и хорошая такая у него как такая блеск такой как-то на камеру плохо видно ну в общем они мне понравились я взяла и вот такой вот перламутр буквально крошечный 3 миллиметра 250 хорошая цена отличная цена 250 за такую ниточку и он прям такой сияющий хороший взяла кулон вот такой не знаю зачем понравился и взяла 350 рублей вот такой вот обсидиан 350 рублей кулон лисичка мне нравятся такие кулончики вот не знаю прям за я уже давно на алиэкспресс смотрела тоже там не помню цены ну примерно где-то также натуральный обсидиан вот такой вот вырезать вырезанный зачем взяла вот такой кулон даже честно сказать не знаю мне просто цена была хорошая 200 рублей кулон на самом деле такой большеватый но он какой-то серенький серенький лабрадор такой невзрачный и все вот все такие были камушки не выберешь и более чтобы был хороший и резаться есть вот немножко буквально сверху и он какой-то весь серый ну в общем взяла и взяла думаю мало ли ну пригодится 200 рублей цена за лабрадор то что серенький какой-то да ну вот такое сияние ну в общем вот такое взяла иногда мне трудно остановить вот такие вот жемчужинки барочные это я брала вот если ниткой брать там 4 200 цена 4 500 полностью нитку и ну конечно выгоднее получается там их много а это по 500 рублей одна штучка несколько жемчужин я взяла в общем вот так вот такую вот взяла не знаю зачем взяла а вот такие штучки я всегда покупаю вот не могу мимо пройти не знаю беру я прошлый раз взяла опять мимо прохожу но думаю надо взять все равно они вот 50 рублей где-то 30 рублей вот такая цена у них покупаю что здесь интересная я цепочку классную взяла цепочка недорогая но смотрите они какая красивая она не крупная цепочка прям красиво я даже хочу вместе с вами показать я покупала однажды цепочку и выкинула ее потом потому что когда в щипчиками начинаешь с ней работать она просто облазила у меня прям так вот шелушилась сейчас я ее пошепа пошибуршу ну вроде бы нет как-нибудь ее вот так вот помять видите нет не она не облазит и мне нравится как я говорила уже такие вот она спаяна или нет нет она открывающаяся в общем с нее ничего не с не слазит краска не слазит хорошая цепочка вот она мне понравилась у нее смотрите какие какая вот какие звенья вот такая вот она мне кажется симпатичная она такая некрупная где-то около пяти миллиметров вот такой вот мне кажется ее и как удлиняющую цепочку можно будет использовать и где-то просто колечки и хорошо что не видно никакого шва вот взяла гематит отлично это вот такой вот который мелкий я покупала более крупный по 200 рублей он был вноси на алиэкспресс но кстати эта цена вообще отличная по 200 рублей там было и бывает дороже встречается этот у меня по 180 рублей видите он такой вот красивый но он более мелкий мне как раз такой нужен мелкая я люблю но еще вот смотрите какую шикарную гематит я взяла я увидела эту ниточку отложила и отвлеклась думала что я еще обязательно куплю то есть там был и серебристый и вот такой цвет красивый под перед кстати похоже на перед вот и я и себя конечно ругая что я взяла мало вот можно было сразу прям брать смотрите какой он красивый просто нереальный именно то что у него маленькие рондели и плоские мне кажется он вот хоть куда и во первых проставлять конечно красиво и может еще куда-то пригодился бы даже вот я не знаю хоть куда и в кулончик куда-то обшить и пришить и вообще очень красивый и я конечно же не взяла вот одна нитка как всегда и вот мне вот именно вот этот гематит прям вообще понравился красивый вот такую еще взяла и знаете что самое интересное я когда увидела этот камушек я вот вот так вот его взяла и сразу подумала что вижу орла почему-то единственное что да вот вот у беркутов орлов у них вот так немножко клювик да вот вот а так у них вот эта часть вот здесь вот если бровь даже как будто и в она более ровная и вот прям вот орел вот если сюда что-то нашить подшить было бы брошка замечательно единственное что да вот клювик было бы здорово если бы он вот так вот чуть-чуть был так вот прям вот и и но я думаю что каждый увидит свое вот я прямо орла вижу и все здесь даже вот как дуга такая у них же такой вот взгляд у орлов такой я бы брошку бы сделала но клювик именно вот подводит с этой стороны тоже красиво вот такой вот нравится мне вот не знаю нравится мне вот такие вот такие вот вещи мне кажется можно что-то придумать будет там конечно крупные более от такие вот самородки было бы хорошо если бы был поменьше чтобы можно было даже на кольцо куда-то придумать на кольцо если бы было что-то кругленькое кольцо такое классно было бы вот ну в общем это опять застряла и взяла вот по чуть-чуть знаете всякие подвесочки вот они где сто где сто пятьдесят какие-то вот мы совсем крохотулечные там 80 были вот такие вот все бабочка вот такая мелкая обычная такие вещи как-то денег стоит а ну как-то но тут решила взять потому что иногда хочется даже на браслете какую-то подвесочку сделать а еще не показала вот такую взяла бабочку смотрите ну вот эта бабочка уже подороже 300 рублей такая коннектор такой еще я за взяла замочки вот такой замочек они там двести двести пятьдесят но такой вот замочек двести двести пятьдесят вот такой вот смотрите какой замочек интересный это вот так вот вот так у него и можно вот здесь кольцо есть и вот так располагать прям ну вот золоте и серебре вот такой я взяла интересный ну вот и все но вот такие вот подвесочки ну вот я обычно как-то стараюсь не покупать их хочется но все-таки ну дороговато вот они со стразиками дорого а тут думаю ладно возьму потому что вот иногда просят чтобы на браслете какие-нибудь висюльки повесить вот ну что ж все спасибо всем огромное всем всего доброго всего хорошего напишите мне что за камень правда это авантюрин я смотрел вот сколько мне попадалось его обычно авантюрин бывает светло зеленоватый какой-то вот не знаю мне кажется ну вот мне кажется что это натуральный камень бывает продавцы неправильно сами называют название камня какое в общем ну вот все мои покупки всем всего доброго всего хорошего до свидания